Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэм и мы продолжаем играть в игру Смотритель Кларбище. Ну, давайте всё по порядку. Я очень много что успел сделать за это время, ребята. Так, давайте-ка начну я, пожалуй, со своего подвала. Что у меня здесь новенького появилось? Ну, здесь всё, как обычно, всё по старенькому. Кстати, давайте-ка заглянем в церковь, я вам кое-что покажу. Ну, канделябры, понятно, стоят лучшие у нас здесь. Я сделал себе окошечко, в принципе, здесь больше ничего. Ну, настенные канделябры улучшил, короче, репутация у нас в церкви 62. Отлично, хорошо, смотрим дальше. Что у нас здесь? Морг, ребята, я улучшил морг себе. Как видите, разделочный стол у меня стоит в последней модели. Ну, здесь, естественно, это, ребята, где у нас хранится всё. Мозги, в общем, органы. Стол для бальзамирования. Но, ребята, этим я, честно скажу, не пользовался, потому что, мне кажется, нет в этом абсолютно никакого смысла. Потому что кладбище своё я развивать как бы не собираюсь за счёт похоронок. Так, двойные палеты. То есть здесь я могу уложить уже два трупа, вверху и внизу. Плюс палеты, ребята, которые как морозильная камера, да. То есть я могу уложить, и они здесь не будут портиться. Хотя, на самом деле, на обычных палетах они тоже не портились. Тут недавно Гарри посмеялся надо мной. Он говорил, что хотел бы видеть меня рядышком здесь. И радовался бы, как два черепа здесь бы забавно себя вели. Так, что у нас дальше, ребята? Немножечко я также улучшил себе кладбище. Я могу ставить мраморные тротуары здесь. Я также поставил фонари. Вот они горят. Причём ночью освещается у нас уже кладбище. Репутация, как видите, 308. Точнее, 308 у нас репутация. 308, что-то я ляпал, но не то. Вот. Ну что же. Теперь будем, ребята, с вами делать уже, как говорится, основные задания. Вы помните, что нам нужно с вами сходить к змею. Кинуть ему в лицо монеты. Кстати, это надо всё дело сейчас с собой взять, чтобы не забыть. Да, ещё медальон возьмём, на всякий случай. И фальшивые монеты. Я себе, ребята, скрафтил меч. Дамасковый. Также я себе сделал золотые молитвы. Всё это потом со временем мы посмотрим. Так, в ближайшее время у нас ничего не намечается, кроме торгаша. Поэтому давайте отнесём вон тот вот ящик. Ну и заодно выручку с вами заберём. Которое там уже, наверное, накопилось. Так, ну-ка. Где мой телепорт? Использовать в старую клячу. Естественно, ребят, в старую клячу. И занесём это всё по-быстренькому в нашу торговую лавку. Так, уже всё продано. Сколько мы выручили с вами? Всего 15 серебра. Этого мало. Ребят, напомню, что наша цель в ближайшее время накопить 10 голды. 10 золотых монет. Так, давайте-ка я забегу ещё вот сюда в старую клячу. Посмотрю, будет ли со мной кто-нибудь здесь вообще разговаривать. Ты будешь, нет? Да, да, да. Я понял, что лучше поговорить с твоим мужем. Я понял. Так, торговать. Давай мы это всё, ребята, продадим. Сбагрим. 9 серебра. Всего лишь 9 серебра получили. Так, Шармель будет со мной разговаривать? Опять ты? У меня есть вопросы. Больше нет вопросов. Понятно, больше нет вопросов. В общем, в любом случае, мне, ребят, придётся ждать змея. Всё, как говорится, завязано возле него. Да, ребят, тут ещё, кстати, хотел сходить на ведьмную гору. Думал, ну, немножко веры подзаработать. Да и посмотреть на сжигание. Но вышел какой казус? Инквизитору король запретил сжигать ведьм без веских на то причин. То есть, он сказал, что не видит смысла в сжигании невинных людей. Но он сказал, что если я добуду 3 доказательства, что есть всё-таки еретики и нечисть, то король разрешит нам дальше использовать нашу здесь лавочку, и сожжения дальше будут продолжаться. Но для этого нужно, ребята, мне достать 3 тёмных органа. Я уже достал мозг, я достал тёмное сердце, но не могу достать чёрный тёмный кишечник. А всё это, ребята, вот здесь вот у нас получается. Вот, видите, да? Извлечь тёмный мозг, извлечь тёмное сердце и тёмный кишечник. Кстати, вот это вот всё нам открыл Инквизитор. Так вот, 2 ингредиента у меня есть, 3-го нету пока. И смотрите, что, ребята, у меня уже изучено практически всё, всё, что можно. Вот сектант ещё остался, ну, 300 синих камней. Это очень много, я считаю. Здесь тоже осталось совсем немножко. Свет веры, суперсила веры и феромоны. По писарству у нас, по-моему, только лишь, да, сложный печатный пресс осталось выучить. Так, здесь, по-моему, только друг пчёл, да. Металлообработки я вроде бы всё, нет, кроме мастера меча и боевые навыки. Вот это ещё нам остаётся выучить. Но это всё быстро, ребята, изучится. Так, а здесь деревянное творчество. До сих пор не могу понять, для чего оно нужно, но всё равно будем изучать рано или поздно. Что же, в ближайшее время нам пока делать нечего. Может быть, если только виноградик пособирать. У меня в инвентаре есть место. Просто валом. Виноград давайте, ребят, с вами пособираем маленько. Хочу винишко замутить. Так, давай. Потому что у нас ещё два дня, как говорится, впереди. Нам нужно как-то себя чем-то развлечь, увлечь, занять. Я смотрю, виноград. Виноград нормуль падает, серебряный, золотой. Всё как полагается. Кстати, у меня винограда теперь уже меньше растёт, да? У меня везде хмелем всё засажено. Надо это исправлять. Так, ну что, давайте опять посадим с вами семена. Так, сюда. Здесь у нас есть? Есть, ребята, есть. Так, а здесь хватит? Естественно, хватит, ребят, естественно. Так, по-моему, всё. Больше ничего у нас не получится. Или получится? Нет, не получится, скорее всего. Так, тут у нас как? Да, ребят, давайте выкладывать тогда. Это выложим. Это выложим. И вот это. Так, этот виноград отнесём в погреб. А потом будем из него давить вино. Потому что я, ребята, приготовил бургеры золотые, пиво золотое. А мне бац и сказали. Нет, парень. Король запретил устраивать сожжение. Так что принеси мне три доказательства. Порчи, типа. И тогда, возможно, он нам разрешит. Поэтому, ребята, мне нужно в данный момент как можно больше, чтобы привозили мне трупов. Чтобы я их быстренько разбирал и нашёл этот тёмный кишечник. Так, ну что, давайте. О, бутылочка вина. Так, что мы можем с вами сделать? Можем что-нибудь-то хоть замутить? Да, можем, ребят, вполне. Вполне. Так что давайте делать это дело. Так, создали. Ещё какой-нибудь винишко у нас прокатит? Да. Мы можем сделать ещё золотое. Так, золотое ведро с брагой у нас вышло. Так, теперь надо создавать. Серебряный, да? Во, как раз. Отлично. А на золотое, по-моему, у нас не хватает. Сейчас посмотрим. Да. Только лишь одно ведро. Ну ладно, выкладываем, ребята. Чё ж делать? Всё, пускай оно здесь лежит. Ничего с ним, как говорится, не случится. Так, ведро выложим. Ну а это нам всё пригодится. Единственное, что надо будет вот это вот уничтожить. Оно нам не нужно. Захламляет. Так, ну что, сколько нам ещё? Так, у нас прибудет скоро торгаш. Кстати, у нас что-нибудь есть с торгашом? Давайте-ка посмотрим, ребята. Заручиться поддержкой Шармель. Ну я, по-моему, ещё не зарёкся, да? Потому что ей нужно... Во-первых, нам нужна репутация для этого. Очень хорошая. А у нас всего лишь 10 лояльностей. Поэтому, я думаю, что вряд ли у нас это всё получится. Как же всё-таки, ребята, это дорого стоит? Вот дорого и всё. Чё бы мне ни говорили. Невыгодно. Невыгодно продавать. Но другого, ребята, варианта нету. Нет, можно, конечно, разбогатеть на вине. Но я вам скажу одно, что золотое вино не продаётся. Представляете, продаётся только почему-то серебряное. Может быть, я ещё с этим торгашом не в таких хороших отношениях, чтобы он у меня покупал золотое вино. Но, согласитесь, как-то это не айс. У меня вот золотое, золотое. И что у меня здесь ещё? Только лишь золотое. Блин, а серебряного чего нету, получается? Ух, как мы с вами обмелели. Да. Вот у нас и день торгаша. Кстати, ребята, помните, да? Мне нужно было золото. Точнее, золотые эти самородки, чтобы переплавлять их в драгоценности. И я, на самом деле, очень много потратил времени на шахте, добывая его. Но оказалось всё немножко попроще. Когда я пошёл в подземелье, на пятом или на шестом уровне, там есть, так скажем, рудники. Но они одноразовые. То есть, если я один рудник разработаю по-бринькому, то я получаю, например, 9 самородков. И всё. И он исчезает. Ну, 9 самородков мне, ребята, буквально хватило на то, чтобы я всё-таки себе сделал меч из дамасковой стали. Потом также мне понадобилось вот эти вот золотые ювелирные изделия для того, чтобы сделать в церкви окно. Да. Оно просило две драгоценности. Кстати, а где мой меч? Кто-нибудь мне скажет из дамасковой стали, а? Вот он, ребят. Вот он, мой меч. Вот они, мои доспехи. Так, похоронный сертификат мы тоже с вами забираем. Всё замечательно. Кстати, помните дубильное вещество, которое мне нужно было? И я говорил, что не могу его сделать, потому что мне нужно чёрное желе. Все эти ингредиенты, ребята, продаются у ведьмы на болоте. Поэтому за счёт этого я себе и сделал все эти золотые молитвы. Так, ну что, нам надо, ребят, я не знаю, или поспать, но как-то время нужно нам скоротать. Давайте лука, что ли, с вами соберём, пока есть времечко. Так. Блин, лук луком. Я же хотел, ребята, посмотреть, что у меня там с морковкой. Почему-то трупики не завозят. Может быть, закончились? Так, ну что, вроде бы весь лук. Весь? Да, весь лук выкопал. Так, ботву эту сразу выкинем с вами. Она нам не нужна в ближайшее время. А семена соберём. Ну и сразу же посадим. Ага. Два золотых лука. Замечательно. О, я смотрю, там очень много серебряного. Отлично. Так. Даже ещё на один разок хватит. Замечательно. Так, и здесь, по-моему, вот. Да, бронзовый лук. Остальное всё, как обычно, ребята, выкладываем сюда. Потом будем уже с вами делать ящики. И ящики относить на нашу торговую точку. Так, и семена, да. Семена тоже сюда, пожалуй, выложим. Всё, кажется. Так, похоронные сертификаты у нас есть. Это, естественно, мы потом с вами будем продавать. Продавать нашему торгашу, который у нас находится в лавочке Старая Кляча. Так, я хотел посмотреть, что у нас, ребята, с морковкой. Ах ты, ёлки-палки. Ребята, морковка-то закончилась. Ё-моё, я иду. Чё? Трупы-то не везут. Срочно копаем морковку. Блин, а где она у нас? Блин, я надеюсь, нам этого достаточно будет. Потому что с морковкой как-то у нас, честно говоря, напряжёнка. Во-первых, её не так много дают, как бы мне хотелось. Так, ну давай, давай, давай. Маловато, по-моему, опять мы с вами получили. Ладно, будем засаживать. Так, подожди. Вот сюда ещё посадим. Всё. Блин, ну всего лишь три куста, ребят. Ну это как-то... А, во, во, во. Секунду, секунду, ребятушки. Вот, у нас ещё здесь есть. Давайте-ка забирать. У морковки, ребята, нету никакой звёздности. Поэтому она у нас как обычная, простая растёт. Вот, хорошо. Давай ещё посадим. Всё, ребята, больше не хватит, к сожалению. Так, чечевица меня не пропускает. Так, всё остальное выкладываем сюда. Получается... О, ребят, хорошо получилось. У нас 50 морковок. Это... Это хорошо. Сейчас мы морковь абсолютно всю попробуем с вами выложить туда. В кормушку для ослика. И будем ждать, когда он будет привозить. Нам нужно добыть, ещё раз говорю, тёмный кишечник. Для того, чтобы сдать это задание инквизитору. Так, кстати, торгаш. Про торгаша, ребят, я забыл. У нас же там есть задание по поводу... Давай-давай, быстрее старую клячу. По поводу... Вилки. Да-да-да, точно, я сейчас вспомнил только что. Так, я ищу чудовилку. Ходят слухи, что у вас есть чудовилка. Мне сейчас по зарезу нужна эта вилка. О, чудовилка. И мне всё ещё нужна. А, мы, ребят, с вами разговаривали. Да-да-да-да-да, точно, вспомнил я. Что-то мы повторяемся. Я просто думал, что мы насчёт этого дела не говорили. Так, забрать чудовилку. Опять же, ребят, смотрите, да, нужно 100 репутации. Да. Короче, и у инквизитора, я так понимаю, тоже нужно будет 100 репутации. Ладно. Сделаем мы это всё с вами дело. Так, похоронные сертификаты, 6 штук. Пойдёмте продадим. Харадрику. Сколько там мы с вами выручим? Копейки, ребят, копейки на самом деле. 9 серебра. Всё. Ну, а теперь пойдёмте домой. Кстати, на следующий день у нас приходит змей. Надо будет, кстати, всё очень, ребята, быстро сделать, потому что времени у нас будет мало. Сделать сразу же несколько заданий у него. Неохота просто ждать целую неделю потом. Так, нам надо будет и к змею успеть, потом инквизитор будет. Блин, до этого времени нужно как-то раздобыть этот кишечник. Ё-моё. Ну, я вам скажу, ребят, вот я получил мозг и сердце очень быстро. А вот с кишечником сколько? Наверное, уже трупов 12 разобрал. Пока ничего, никакого результата. Давайте положим сюда морковки. Очень много. Да всю, в принципе, и будем выкладывать. Отлично. Так, эти две съедим с вами. Всё равно они никуда не понадобятся. Яблоки, ребят, я сейчас не собираю. Ягоды тоже не собираю, потому что незачем. И так у меня всего хватает. Единственная проблема, конечно же, в деньгах. Ну что, пойдёмте, наверное, быстренько с вами кимарнём. Совсем чуть-чуть. Давай, спи. Смотритель ты наш, дорогой. Нужно, конечно, ребята, зарабатывать синие камушки. Но они так тяжело добываются. Очень тяжело. Я, ребята, за счёт, знаете, чего хорошо их развил? Я когда вот резьба по камню... Ну вот мрамор, это всё понятно. Но потом мне стали доступны... Сейчас, секунду. Покажут они мне здесь или нет? Нет, не покажут. Лучше, наверное, так, подойти и показать. Вот, я, короче, стал делать мраморные скульптуры. Вот с них я неплохо подзаработал. Почти по 150 с каждого. Если я не путаю ничего. И... Что же я ещё делал? Так, ну, мраморные оградки, это всё понятно, ребят. Короче, вот на этом. Это, как говорится, был основной мой заработок синих камушков. Так, ну когда же этот день закончится? Ёлки-палки. Ребят, уже просто не терпится. Ладно, давайте сделаем паузу и уже увидимся. Хотя, чё, вот уже наступил этот денёк. Давайте-ка быстренько с вами, наверное, отправимся к подземелью. Я всё взял с вами? Монетки есть? Есть. Так, медальон охотника я пока не знаю. Для чего он? Ну, явно нужен, пригодится. В подземелье. Можно, в принципе, даже в подземелье сходить. Хотя, нет. Давайте вначале лучше поговорим, всё-таки сделаем задание. А подземелье от нас никуда не убежит. Так, он пришёл. Наверное, ещё не пришёл. Или пришёл уже. Сейчас посмотрим. Да, он уже здесь. Отлично. Так. Шармель просила вернуть это тебе. Ха. Да это шутка была. Опустил момент, когда она перестала быть наивной простушкой. На болоте должна жить одна старуха, совсем чокнутая. Но химические реагенты продаёт отменные. Да, я её только что встретил. И уже у неё на побегушках? Так, по поводу того знания. Мне нужна твоя бесконечная тетрадь. Я заметил, что ты часто пользуешься бесконечной тетрадью. Она мне нужна. Нужна для собственного ритуала по возвращению домой. Я тебя очень хорошо понимаю. Может, даже слишком хорошо. Это всё, что у меня осталось из моего детства. Мы в приюте не могли иметь собственных вещей. Тетрадь была у меня в руках, когда меня спасли из нашего пылающего дома. Она много значит для меня. У неё, когда... У неё никогда не заканчиваются страницы. Я в неё записывал всё. Все свои желания и обиды. Многие страницы были исписаны до меня. Я всегда мечтал узнать, о чём эти записи. Люди, которые их сделали, наверняка были счастливы. Знаешь что? Если у меня всё получится с моим ритуалом, тетрадка твоя. Она мне больше не понадобится. Так. Ну, как я вам говорил, ребята, 100 репутаций нужно, чтобы забрать бесконечную тетрадь. По поводу того задания. Так что за последние задания? Теперь у нас есть медальон силы. И всё, наконец, встало на свои места. Этот медальон откроет нам путь на 11 уровень. Ты должен спуститься в самый низ и достать золотое яблоко. Ага. Это последнее, что мне нужно для проведения ритуала. Ага, золотое яблоко. Ребята, знаете, где это яблочко продаётся? Оно продаётся у ведьмы. Мы можем, наверное, сходить к ведьме и купить его. По поводу ритуала. Молчит. Так, хорошо. Так мне... А, надо к Шармель, наверное, вернуться, ребята, и сказать про реакцию. Поехали. Быстренько с ней поговорим. Она... А где Шармель? Эй! Блин! Её нету! Её нету! Офигеть, просто-напросто. Видимо, рано я пришёл. Слушайте, я не знаю. Ну, на одиннадцатый этаж идти в подземелье. Стоит ли оно того, а? Или всё-таки дождаться Шармель, поговорить, а уже потом делать все эти остальные дела? Я думаю, что нужно нам Шармель всё-таки подождать. Так, давайте-ка пока посмотрим, что у нас за задание тут ещё есть. Так, помочь змее с ритуалом принести золотое яблоко. Из пятнадцатого уровня? Он же, по-моему, говорил одиннадцатый. Так, отдать фальшивые монеты змею вернуться. Это мы сейчас с вами сделаем. Так, у епископа нам нужен сертификат. Ну, я вам говорил, ребята, десять голды это всё дело стоит. И как я посмотрю... Ага, у цыганского оборона. Поговорить с инквизитором по поводу освобождения цыганки. Да, это понятно, но он попросил... Я ещё раз вам повторю, ребята, принести ему доказательства о том, что еретики существуют. То есть, три органа тёмных. Ну что, надеюсь, Шармель уже появилась. Время-то уже достаточно. Во! А, нет, это не она. Это не она. Это какая-то прислуга. Ну где Шармель? Уже солнце вышло, ё-моё. Давай, выходи, роднули, я жду тебя. Мы все тебя ждём. Так, ну, у Герри... Кстати, ребята, видите, да? У Герри всё равно должна быть репутация. То есть, нужно её заработать. Так, у звездочёта. Ага, звездочёту мы будем задание делать у цыганского барона. Соответственно, это уже после того, как мы с вами освободим от инквизитора. Барышню, да? Цыганку. Хорошо. Всё так закручено, замучено. Но, тем не менее, всё это придётся нам делать, рано или поздно. Так, медальон охотник. А зачем он мне, интересно? Для того, чтобы я прошёл на последний уровень, да? Для этого. И яблочко, я вам скажу, ребята, у ведьмы, по-моему, стоит недёшево. Пять голды или три. Врать не буду. Но я знаю, что она стоит голду. Не серебряной, а именно голду. Чё-то странно как-то, я не могу понять. Где у нас Шармель? В чём проблема? Солнце уже встало. Все давно НПСы повылазили. Чё это такое? Какая-то история ко мне присосалась. Ни с того, ни с сего, да? Ха-ха. Просто прошёл, она хоп, и приклеилась ко мне. Ну, появилась ты или нет? Так, подожди, ребят. Может быть, тут у нас она в определённые дни появляется? Точно! Шармель появляется в определённые дни. Сижу, дурень, жду. Ёлки-ты-палки, а? Вот сейчас бы дождался бы ночи. Ну что ж, получается, нам нужно, ребята, разделывать трупы. Искать кишечник. Потому что на следующий день у нас приходит инквизитор. И нам нужно, как говорится, делать отчёт. Соответственно, чтобы получить уголёк от него, нужно будет тоже 100 репутаций заработать. Блин, не всё так просто, а? Не всё так просто. Ну, тогда не вижу, ребят, другого варианта, как идти в подземелье. Или нет, давайте мы с вами сделаем немножко по-другому. Сходим в бабки, посмотрим, сколько стоит это золотое яблоко. Если у нас денег хватит, мы его купим и отдадим сразу же змею. Может быть, скоротаем, как говорится, время на выполнение задания. Блин, ну смотрите, ну что ты так бежишь? Надо бы тебе каком-нибудь ускорение нафиг купить. Хе, чтобы ты двигался быстрее. Ну а если, конечно же, ребят, будет дорого это всё дело стоить, придётся отправляться в подземелье. Как ни крути. И уже добывать самому. Так, ну где ты, бабуля? Я надеюсь, ты здесь не ушла? Нет, она здесь, ребят, смотрим. Торговать. Золотое яблоко. Оу, сколько, блин! Десять голды! Хе, нет, ребят. Нет, 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 нет. Мне лучше самому сходить в подземелье. Кстати, вот насчёт, вот, видите, ребят, дубильная жидкость. Вот она продаётся где. Этот ингредиент нужен для создания золотой молитвы. Так, ну что ж, тогда я пошёл, ребят, в подземелье. Время у меня ещё есть. Сделать я всё равно ничего не могу сейчас. Со змеем разговаривать бесполезно, без яблока. У нас на подходе инквизитор. Трупы мне не привезли. Поэтому разделывать я их, естественно, не смогу. И тёмные органы получать тоже не смогу. Печально. А может быть, у меня там они лежат, да я не знаю. Давайте посмотрим. Слушайте, тела одно. А где у нас одно из восьми? Я не вижу тут никакого тела. Странно. Ну-ка, подожди, может быть, здесь? Ах ты! Его даже не было видно, ребята, что оно там лежит. Сори. Но, опять же, ничего, ребята, здесь нету. Нету здесь тёмного кишечника, к сожалению. Ну, достану из него всё, что смогу. В основном я достаю, ребята, вот, жир, мясо. Ага, вот и трупец. Доставили нам. Замечательно. То есть, у меня сейчас, ребята, здесь может лежать одновременно восемь тел. Это очень круто. Так, сердце. Я не знаю, ребята, сердце, в принципе, кишечник. Это всё нам уже не нужно. Так, забираем тело. Пускай оно вот здесь вот дальше полежит. Так, давай посмотрим, что у этого братка. Блин, опять тёмное сердце, ребята, опять. Слушайте, смотрите-ка, внимательно. Сейчас секунду покажу вам. Так. Неужели оно у нас... Да, вы посмотрите, я его ещё даже и не исследовал. Это хороший знак. Значит, мы будем с вами сейчас исследовать. Блин, ну, честно говоря, я бы хотел, чтобы мне достался кишечник. Потому что, ну, сейчас инквизитор приедет, да, придёт. И что я ему скажу? Он мне скажет. Ну, что, принёс доказательства? Я скажу, естественно, нет. И опять целую неделю буду здесь шоркаться. Ну, почему шоркаться? В принципе, я схожу в подземелье, да, до последнего этажа. Прогуляюсь. Так, не нужен мне мозг. Давай кость возьмём. Всё это, ребята, выложим. Да и выкинем их, пожалуй. До этого я их сжигал. Но, чё-то мне надоело их постоянно сжигать. Очень много ресурсов для этого надо. Так, сердце я заберу с собой. Кровь выложим. Кости мы с вами тоже выложим. Всё, и пошёл я их выбрасывать. Ну, а выбрасывать, естественно, ребята, в речку. Куда же ещё? Речушка их с удовольствием примет. Потому что репутацию на кладбище я не вижу смысла уже прокачивать. У меня нет заданий с этим связанных. Так, плыви, лодочка подлодная. Хотя, с тем можно не заморачиваться. Пускай он пока там лежит. У нас место есть. Пойдёмте-ка мы лучше с вами... Сердце проверим. Ну, для этого мне нужна Вера. Где-то у меня она лежит. Дай бог вспомнить, где только. Но, по-моему, она не здесь. Она... Сейчас глянем. Так, Вера, Вера, Вера. Да, здесь её нету. Она лежит у нас в стеллажах, скорее всего, в письменных. Так, винишко сделали. Отлично. Винишко серебряное. Как раз для продажи самое то. Ну, вот у нас и стеллажи. Давайте посмотрим. Вот, ребята, вот это вот комбо-молитва. Я сейчас пользуюсь. Тоже сделал я её золотую. Так же, как и молитва о процветании. Истории золотых наделал. Так, ну что же. Берём сферы с вами. И давайте изучим тёмное сердце. Сколько нам за это дадут ещё очков. Кстати, если вы будете, ребята, перед этим делом употреблять торт, то у вас будет намного больше сердечек. Ой, сердечек. Камышков. Ну, что же, я вам скажу. Очень-очень даже хорошо нам дали за сердце. И ещё не забывать, что у нас есть кишечник, которого тоже можно будет исследовать. И, соответственно, получим мы с вами за это очки. Так, давайте выкладывать с вами истории. Так, палка эта нам нафиг не нужна, в принципе. Так, ладно, ребята. Сейчас я это всё выложу. И уже пойдём с вами, наверное, в подземелье. Хотя, я всё собираюсь, собираюсь. А время всё поджимает и поджимает. И уже, в принципе, инквизитор сейчас придёт. Поэтому, есть ли нам смысл вообще туда сейчас отправляться. Давайте, наверное, всё здесь выложим. Так, сколько? 14 штучек, да? Вот так вот выложим это дело. Это всё оставим. Так, сердце мы, пожалуй, вот сюда. Ага, тут у меня всё под завязку забито. Нафиг мне столько сердец, столько кишечников набрал. Для чего? Ума не приложу. Надо будет всё это утилизировать как-то или впустить на ингредиенты. Так, палочку выкладываем сюда. Остальное, наверное, сюда выложим, ребята. Эти веры. Так, медальон, я думаю, нам пригодится. Сердце тёмное тоже выложим здесь. Вот сюда. А мозг уме... Оу, я ещё даже мозг не завершил. Ребята, давайте его тоже возьмём и... Исследуем. Честно говоря, я почему-то вроде думал, что у меня всё исследовано. Как-то странно получается здесь. Но, видимо, я забыл. Увлёкся игрой. Очень, ребята, здесь много нужно бегать, фармить, крафтить, собирать ресурсов. Как бы не всё так быстро. Но самый главный ресурс – это деньги. И их очень здесь тяжело, по крайней мере, мне почему-то заработать. Ну, будем стараться. Так, давайте исследовать с вами мозг. Так, на жидкость, да, какую-то? Ну, сколько мне дадут? Ну что же, ребята, 228. У меня уже синих камней. Мне, если честно, нужно, знаете, сколько? 300. Я хочу выучить... Сейчас покажу, что... Вот эту, ребята. Сектант. Всё имеет своё значение. Ты видишь положительные и отрицательные части тела. Не знаю, для чего мне это нужно, но хочу, ребят. Просто хочу выучить. Это самое дорогое, как говорится, приобретение будет. Так, ну что? Инквизитор, я думаю, уже у себя. Я вот не знаю, единственное, что нужно ли мне брать... Давайте на всякий случай мы всё-таки возьмём с вами эти части. Так, мозг. Возьмём. Давайте, наверное, с вами... Так, не здесь. Возьмём ещё... Ну, кишечника, конечно, у нас не будет, ребят, к сожалению. Ну, попробуем, по крайней мере, хотя бы сдать это. Так, сердце. Всё. Побежали к нему. Заодно, может быть, удастся поговорить насчёт цыганки, которую они там хотят казнить. Но я почему-то не уверен, что он отпустит. Но всё равно нам пока делать нечего. Пойдёмте, поговорим. Так, а у звездочёта у нас, по-моему, никаких заданий сейчас нету. Поэтому мы, наверное, к нему даже и не пойдём. А, нет, у нас есть задание. Насчёт дочки-то, да? Помните? Но это нужно будет разговаривать с цыганским бароном. А он с нами разговаривать не будет, пока мы не спасём цыганку. Ну что же. Так. Спросить по поводу службы в соборе. У нас хватает? Хватает, ребята. Давайте. Монсеньор, можно попросить вас об одолжении? Слушаю. Не могли бы вы поприсутствовать на моей службе в моём новом соборе? Мы с епископом собираемся молиться о воде для города. У меня нет времени на подобную ерунду. Но мне нужно, чтобы кто-то из важных людей присутствовал на службе. Поищи кого-нибудь из придворных. Ах ты. Ты посмотри, он не хочет, ребята. Так. Отдать тёмную улику. Воу. Сердце. Так. Мозг. Блин, кишечника нет. Ё-моё. Так. Я ищу вечный уголёк. Я слышал от одного из стражников, что у вас есть вечный уголёк. Он нужен мне для воссоединения с семьёй. Семья. Была и у меня семья. Всё сгорело заживо в нашем доме. Жена и сын. Дом, похоже, загорелся от большого взрыва. Мой сын был ещё совсем крохой. Я даже останков его не нашёл. Зато нашёл этот уголёк. Он так и тлеет. С той самой ночи. Питает мой гнев. Мою ярость. Я уверен, взрыв произошёл из-за ведьминого шабаша. Я присоединился к инквизиции, чтобы отомстить всей нечисти. Не успокоюсь, пока не сожгу последнюю ведьму. Может быть, наступит такой день, и тогда уголёк твой. Но не раньше. Оу, щет. А как же он узнает, что это последняя ведьма была? Так, ну что, ребят, давайте про цыганку узнаем. Попросить освободить цыганку. Не в моих правилах кого бы то не было освобождать. Но тут я, пожалуй, нарушу их. Слишком много шума от толпы её земляков, требующих освобождения. Так. Ребята, подождите, я не понял, он освободил её или нет? Так, ну-ка, подожди, ребят. Что-то я как-то немножко даже в растерянности. Он всё-таки освободил её, да? По-моему, да, ребята. И это означает, что мы должны с вами отправиться к барону. Надеюсь, я всё правильно понял. Так, к цыганскому барону. Давайте мы с вами, наверное, телепортируемся. В старую клячу оттуда уже с вами дойдём. Старая кляча. Хотя нам проще было, блин, с маяка дойти. Ну ладно, фиксим. Я надеюсь, что он всё-таки её отпустил. Потому что мне нужно это для задания, ребята. Иначе мы с вами встрянем. Так, где-то он там, на отшибе должен быть. Практически у побережья. Так, это у нас дровосек. Так, по-моему, где-то здесь, да? Так, вот у нас побережье. Да-да, правильно, правильно. Мы идём с вами. Угу. Ну, надеюсь. Цыганка свободна. Я поговорил с лордом инквизитором, и он согласился её отпустить. Как я и говорил, вы с ним повязаны. Так, расскажите про Эсмеральду. Где ваша сестра сейчас? Ну, скорее всего, очень далеко. Её погрузили на корабль с мертвецами много лет назад. Но ребёнок жив. Был у неё ребёнок. Дочь, я думаю, она станет нашим благословением. А она стала нашим позором. Так она жива? Да, жива. Но она предала свой народ, свою семью. Даже память своей матери предала. Что она сделала? Продала последний подарок своей матери. Нарушила все наши обычаи. И ради чего? Ради порока разврата. В городе её зовут Шармель. Ха-ха-ха. А её настоящее мы вычернули из нашей памяти. Вот оно что, ребята. Шармель, оказывается, дочка звездочёта. Да, ну. Быть такого не может. Слушайте, так подождите. Мне теперь, получается, нужно идти к звездочёту всё-таки? Или поговорить всё-таки с Шармель? Выясните, что цыганский барон знает о Эсмеральде и её ребёнку. Ну, в принципе, я выяснил, да? Получается так. Значит, нам... Мы, короче, сделаем так. Дождёмся дня звездочёта. Сходим к нему. Поговорим. Если он нам ничего внятного не расскажет, нам придётся с вами ждать того самого дня, когда Шармель появится в старой кляче. Мы придём, поговорим. Ну, а пока у нас с вами есть немножечко времени, я думаю, всё-таки мы сходим с вами сейчас в подземелье. И попробуем пройти как можно ниже. Да, я думаю, что это будет логичнее всего. Как говорится, мы не будем просто-напросто в пустую тратить с вами время. Телепорт, если что, у нас есть. Мы с вами можем в любой момент телепортнуться сюда на маяк, чтобы, как говорится, скортать время. Единственное, что, ребята, с подземелья нельзя телепортироваться. Там нужно именно выходить к выходу. Так, у меня, смотрим, инвентарь, ну да, немножко загажен. Ну, это сейчас дело мы, ребята, с вами исправим. Выложим кое-что. Выложим веру. Выложим лопаты. В общем, весь этот инструмент, который нам там не понадобится. Единственное, что нам нужно, это броня, меч и вино. Всё, больше нам ничего там не понадобится. Потому что там очень много будет всякой ерундой падать. Мы это всё будем с вами собирать. Инвентарь у нас будет захламляться. Так что всё у нас будет под контрольчиком. Так, давайте вот здесь вот, пожалуй, мы всё это и выложим. Главное, чтобы не забыть это, а потом, ребята, забрать. Так, медальон. Медальон возьмём. А вот это вот нам, пожалуй, сейчас не нужно. Всё, оставляем самое только основное и нужное нам. Ну что же, поехали. Я уже там, ребята, дошёл до каких-то пауков. С ними я ещё не дрался. Ну, посмотрим сейчас, что они себе представляют. Было бы, конечно, хорошо, чтобы вот в подземелье мы с вами будем ходить. Время здесь не шло, но оно идёт. Так. Седьмой этаж у нас. Поехали, ребят. Ай, ладно, ребята, надо было сюда взять кирку, надо было и топор взять. Ё-моё, да что ж такое. Ребят, да, я забыл. Зачем мне здесь нужна кирка? Я вам говорил ещё раз. Здесь бывает месторождение с золотом. Они одноразовые, то есть мы один раз всего лишь прикладываемся, но получаем сразу по 8-10 там самородков, предположим. Это очень хорошо, это намного выгоднее, чем копошиться на рудниках и выдалбливать это всё дело. У меня там уже столько камней, если честно, что замучишься потом всё это разгребать. Я беру этот и беру, ребята, топор. Я возьму ещё всё-таки одну кирку, мало ли там чего, ребят. Всё. Так, ну я смотрю, блин, время для звездочёта пришло. Да чтоб тебя... Я даже не знаю, что делать. Идти? Стоит нам идти или нет? Естественно, там всё быстро у нас не получится. Ну и к звездочёту тоже мне нужно попасть. Ладно, сколько успею, ребят, сколько я успею пройти. Благо у нас, как говорится, время есть, видно. Не заплутаем с вами. Так, ну что, иди сюда. Кто ты такой вообще? Паутинку заработали. Ну, естественно, куча металлолома. Как же без него? Так, а в этом ящике что-нибудь у нас есть? Нет, у нас же не отмечается. Ладно, погнали. Так, у нас, значит, появится... Так, ага. Летучие мыши, желе. Опять же, паучки. Всё, ребят, по стандарту. Так, давайте-ка, наверное, мы с вами сюда вниз пойдём. Кто у нас там? Ого, а почему это у меня так, ребята, очень быстро здоровье уменьшается? Ага, смотрите, ребята. Вот, например, здесь мы видим серебряный рудик. Я вам сейчас продемонстрирую, как это примерно выглядит. Вот, смотрите, я просто-напросто добываю. И всё. И он исчезает, видите, да? Девять самородков я получил серебра. И он исчез. То есть он на один раз всего лишь. Так, давайте-ка сюда зайдём. Так, летучие мышки. Иди сюда, сектант. Или кто ты там? Я не знаю, кто ты. Так, бочки. Желешки. Быстро ко мне, быстро ко мне. А чё, у меня уже инвентарь, что ли, забит? Офигеть, как это всё, ребята, быстро забивается у нас. Так, я думаю, что металлолом здесь мне уж точно не нужен. Поверьте, у меня со сталью, с железом вообще никаких проблем нету. Поэтому металлолом таскать, я думаю, что это самое последнее дело. Слушайте, такое ощущение, что мне, ребята, всё-таки, наверное, придётся выходить отсюда. Потому что уже солнышко встаёт. Хотя у меня есть телепорт. Мы с вами можем довольно быстро попасть на маяк. Я просто боюсь, чтобы не было такого, знаете, что... Нас этот звездочёт пошлёт куда-нибудь, знаете... Погоди, погоди, что это у меня со здоровьем-то так хреновенько всё? Что звездочёт скажет нам быстренько сходить, кому-нибудь переговорить. И пока мы будем с вами двигаться, у нас закончится день. Мы профукаем. Да что ж ты будешь делать-то? Мышь, иди сюда. Так, комары. Машка. Получила своё. Так, паук, вали отсюда. Слушайте, паутинка. Ребят, паутинки не было. Я так понимаю, что я могу её исследовать и получить, наверное... Не знаю, какие синие там. Ну-ка. Ага, зелёные камни. Ну, с этим, ребята, проблем у нас абсолютно нет. С зелёными камнями. Их у меня просто куча целая, если честно. Полторы тысячи почти. Так что... Не особо-то хотелось. Блин, ну, ребят, ну, смотрите. Довольно длинные подземелья. Не такие короткие, как были в самом начале. Ну, иди сюда, иди, иди. Все получите, все получите. Так, готовы. Куда ты, не добил, что ли, тебя? Хламонка. Так, ну здесь тупик, здесь ничего нету. Только лишь бочки. Семена, семена, это всё понятно, ребят. С этих мы получаем с вами доски. Ничего новенького. Так, бочки. Тоже доски. Ладно, ребят, я, короче, пошёл на выход. В любом случае, здесь всё так и остаётся. Ничего не исчезает. Монстры здесь не появляются заново. Так что в любую секунду мы сюда можем вернуться. Дособирать всё, что мы здесь не успели. И продолжить наш путь. Но просто, ребят, смотрите, солнце уже садится. Поэтому нам нужно быстренько-быстренько найти выход. Выйти отсюда и лететь, естественно, на маяк. Поговорить со звездочётом. Сказать, что Эсмеральда это и есть Шармель. Потом у нас будет день молитвы. Это очень хорошо. Мы с вами опять заработаем кучу веры. Кучу денег. Всё пока хорошо. Так, давайте сразу же телепорти... Телепортироваться! Блин, я забыл камушек. Я же его выложил. Ё-моё, солнышко, погоди, погоди, погоди. Что-то мы увлеклись с нашим смотрителем. И забыли совсем, что здесь время очень быстро начало идти. Так, давай, выходи. Так, здесь у нас, да, по-моему, камень. Ээээ. Вот он Так, гвозди выложим нафиг Отлично Ну что же, полетели на маяк с вами Так, по поводу ребёнка Эсмеральды У Эсмеральды, оказывается, тогда родилась дочь Моя дочь, где она сейчас? Эсмеральда умерла много лет назад, а дочь жива и здорова Даже, можно сказать, известно Шармель, ваша дочь О-оу Невероятно, талант у неё от меня Я как-то видел её выступление И заплакал Боюсь, она меня никогда не примет Я оставил её беременную мать Но я же не знал Подлец, я ведь знал, что разобью сердце Эсмеральды Но решил посвятить себя науке Какой же я был дурак Юноша, вы должны всё разузнать Поговорите с Шармель, выясните, какие у меня шансы Да, вы обещаете рассказать о том, где я могу найти золотой транспортир Если я помогу вам воссоединиться с дочерью Да, это всё, чего я хочу сейчас Ну что ж Хорошо, ты меня уговорил Помогу тебе, старый Так уж и быть Мы, как говорится, с тобой оба заинтересованы Так, история получил бронзовая Так, торговать Ну а что торговать, ребята Мне здесь ничего абсолютно у него не надо Ааа, вот это надо, вот это надо Обязательно, ребята, это я скупаю Вы знаете, что это такое Это даёт нам Синие камушки Так Ах ты, ёлки-палки Меня инвентарь забит Да что ж такое, отменить сделку Да, пока отменяем И давай быстренько уничтожим Всё, что у нас здесь ненужного Так, 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 так Давай, давай Эликсир исцеления Да нафиг вот эту вот историю уничтожим Ребята, у меня их там целая куча Так что не волнуйтесь Торговать Давай А вот это вот Это, естественно, бесценная вещь, ребята Так, теперь будем употреблять Так Итак Сколько мы заработали с вами? Давайте посмотрим По технологиям Воу Чётенько Всё чётко, ребята Открываем Не знаю, зачем Но, по крайней мере, теперь у меня будет голова не болеть По поводу того, что нам нужны где-то там камушки Нихерамушки В общем, я вам скажу одно, ребята Как появляется звездочёт на своём месте у маяка У него постоянно обновляются магазины Соответственно, вы можете каждый раз у него покупать Вот эти вот книжки Для Ну, для того, чтобы открыть себе Синие камушки Так, что мне теперь нужно? У меня, значит, следующий день идёт на молитву И уже на следующий день мы будем с вами искать Ну, не искать, а посещать Шармель Разговаривать с ней И Дальше продвигаться по сюжету Ну, а думаю, что сейчас нам, по-моему, пора, ребята Ай, нет, телепорт ещё не откатился Пора, опять же, навестить подземелье Время есть Время есть Ночка только наступила Сейчас я выложу весь этот хлам Что у меня Хотя, можно, знаете что, ребята, наверное, можно кимарнуть У нас наступит сразу Следующий день И уже сделать спокойно молитву И Двигаться Нет Потом у нас вся неделя, ребята, забита Вот вплоть до Торгаша Хотя, если мы поговорим с Шармель И заручимся её поддержкой То нам и Торгаш нужен будет Потому что мы с ним будем говорить По поводу Шармель, опять же Всё так прикольно замучено здесь, ребята Замутили не по-детски Ладно, выкладываем, ребята, здесь всё, что у нас есть Паутинка нам пока не нужна Но она пригодится Это составляющая для Всяких там ингредиентов Что мы здесь с вами выкладываем Здесь ничего не будем вылаживать А вот здесь, пожалуй, мы с вами Выложим серебро Да, серебро выкладываем Так, семена Семена нам лучше, конечно же, выложить туда Вниз Где им, в принципе, и место Что, уже не вмещаются, что ли? Я не могу понять Да, ребята, уже даже не вмещаются семена Представляете? Сколько я их тут надыбал Хорошо, мы будем их сюда выкладывать Так Это у нас пойдёт на кухню Ну, а эти Кстати, крылья мышей Летучих Они нам тоже не нужны, ребята Уничтожаем их У меня их просто куча целая Так что в них я не вижу пока никакой абсолютно надобности Так, нет Я всё-таки, ребят, схожу В подземелье время есть И его нужно потратить Потратить, как говорится, с выгодой для нас Так, у нас здесь Давай вот сюда вот И выложим Так, кирка Ладно, камень мы с вами возьмём Поехали Поехали по-быстренькому Сбегаем ещё раз в подземелье Да ёпасите Уже наступил день Ладно, ребят Отменяется подземелье пока Давайте поспим Как раз будет, наверное, утро Сделаем молитву И сразу же, наверное, рванём Да-да-да, как раз Солнышко сейчас встанет Мы как раз выспимся И будет всё у нас хорошо Отлично То, что нужно Так, где моя молитва Так, она у нас не здесь Она у нас, по-моему, там, да? В ящике лежит, ребят Сейчас я гляну Убедиться нужно всё равно В лишний раз Да Тогда почапали Будем, естественно, ребята С вами использовать золотую молитву Она даёт очень Неплохой прирост Так Именно по вере Она даёт нам Дополнительную, ребята, веру Видите, да? Деньги с проповеди Плюс 150% Вера с проповеди Тоже 150% И вера Х3 А это нам давало Видите? Деньги с проповеди Плюс 25% Тут тоже плюс 25% Но даёт Благословение коммерции Три штуки То есть Три свитка Это ещё плюс три серебра Так Тут, смотрите-ка У нас тоже вера одна появилась Кто-то помолился Так Ну и так же мы, ребята, получаем историю Так Да ёлки ты палки Да что ж такое-то Вот она, блин Невнимательность Вот она спешка Показать показал А взять забыл Давай Так А это выложим Ну что же Помолимся, братья Помолимся Создаём Сейчас Я хотел бы сказать Речь Наша церковь великолепна Да-да Отлично всё Ох, сейчас, ребята Сколько мне веры накидают Ёлки-покки Так, давайте мне По полтора Полтора серебренька Кидайте, пожалуйста Плиз Ну, плиз Вау Спасибо большое Это круто, ребята Как говорится Бизнес пошёл Так 21 серебра Отличненько Очень много у нас веры Но, к сожалению Изучать нам пока Нечего, ребята Так Всё, ребята Я вам скажу Здесь мы сделали Основное задание Так, выкладываем это всё И теперь уже Со спокойной душой Идём с вами В подземелье Так, подожди Что нам нужно Для нашего этого Так Получить сертификат И Подписать Сейчас, кстати Секунду, ребята Я скажу Что инквизитор Отказался Будет ли вообще Выбор Какого-нибудь Очередного задания Потому что он попросил Кого-нибудь Выше стоящего Но Так Светлое зеркальце Торговля И так по поводу собора Нет, ребята Абсолютно ничего нету У меня есть Принятое Приглашение А вот где-то Приглашение взять Тоже пока не знаю Так, давайте посмотрим Что у нас здесь Гражданин у нас полностью Вучин Полноправный Тоже И вот аристократ, ребят Да Шестьдесят пять Купить Даже двенадцать голды Нужно, ребята Не десять Двенадцать И сертификат Аристократа Это нужно Сто лояльности Получить А у нас Шестьдесят пять Двенадцать голды Ядрё на вошь Почему я не умею Делать золотые яблоки И их продавать За такие бешеные Ребят суммы Почему? Почему такая Несправедливость Ладно Пока у нас День не наступил Для шармели Мы с вами Отправляемся в подземелье Будем дальше Зачисткой заниматься Нам нужно дойти До пятнадцатого этажа И получить яблоко В конце концов Золотое Так А мы с вами уже На восьмом Этаже подземелья И тут ещё знаете Что главное Ребят Тут Ой-ёй-ёй Это кто? Это Ох Ничего себе Ребят Это что такое? Смотри Ах Вот оно как происходит Ребят Они сами взрываются Мне не нужно их бить Это опасно Это опасно Так До мышки Блин Эти летающие мыши Ребят Вот у них остаётся Вот этот оранжевый след Чё-то я епал А чё Иди сюда Странно как-то Да? Смотрите, ребят Фиг Ты будешь идти Не хочет К сожалению Ну давайте идите сюда Ё-фок Я вас всех тут Ай-яй-яй-яй Летит Отходим В общем нужно остановиться Она активируется Ребят А потом отходишь И она взрывается В принципе Я считаю Что самый такой Простенький Монстр Который здесь мог бы быть Даже никаких усилий Не нужно делать Просто постоял И отошёл И всё И получил Так Давайте сюда С вами сходим О-о-о-о Сколько здесь шаров-то Так Так И вот так Ну вот куда ты бежишь А вот куда ты бежишь Сдохнуть не терпится Ну получил своё Вот это Кстати ребята Электрический порошок Это тоже Ингредиент Для крафта Оу А паук-то Оказывается Плюётся Я только сейчас Это увидел Ребят Я думал Что он просто ходит И дерётся Нифига подобного Он плюётся Какой-то фигнёй У нас Так Ну иди сюда Желее Ё-моё Так 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 Всё здесь Расколбасим Хорошо что Ребят Вино Золотое Нам восстанавливает И здоровье Помимо энергии И причём Довольно неслабо Так Увеличивает Так Здесь разобрались Мы со всеми Давай дальше Спускаться Ага Вот ребята У нас следующий спуск Ну естественно Нас туда не пустят Потому что мы кое-куда не сходили В другое ответвление Там было у нас Там тоже стопудово монстры А нас как говорится Не пропустят дальше Пока мы здесь полностью Всё не зачистим Сейчас я конечно проверю Да Не пускают Ну что же Я пошёл Сделаю зачистку Ребят Может быть оно нафиг вам не нужно Ребята Как я тут бегаю Может быть просто Нажать на паузу И пропустить этот момент И уже показать Как я на самом Последнем этаже Разбиваю Последнего монстра Интересно знать Кто там у нас будет Это пока Восьмой Да Восьмой этаж Подземелья И у нас тут уже Добавились Вот эти вот Взрывные светлячки Так Зачем Оу Ребят Смотрите-ка Тоже какой-то Маленький Но это серебро Стопудово Сейчас проверим Серебро Мне не нужно У меня его тоже Оу Нет Ребята Это далеко не серебро Это далеко не серебро Это алмазы Йок Ламане Алмазы Это очень хорошая вещь Особенно дорогая Так Отлично Вот это Вот это у меня порадовало Я надеюсь Я их смогу продать Мне бы хотелось Если честно Продать И Заработать Маленько денег Ребят Потому что Вы сами видели Прекрасно Сколько мне нужно Здесь накопить Двенадцать Голды Двенадцать Так Металлолом Ты мне нафиг не нужен Кстати Крылья мышей Тоже мне не нужны Я лучше буду Вон Семена лука Тем более золотые Ребят Естественно Так Ладно Этот этаж Мы с вами Зачистили Я думаю Все Теперь можно Отправляться Уже Пониже Так День шармель Наступил Вы видите У нас как раз Ночь Да я думаю Ребят Мы сейчас с вами Сделаем так Я зайду на следующий Подземелье И сразу же Из него выйду И уже будем с вами Отправляться В старую клячу Так как тот бар У нас Круглосуточный Я думаю Что она Появится В любое время Днем или ночью Главное Что это ее день Тем более Она ночная певица У нас Она должна Там быть Так Ну что Пропустите меня Как это так Эй Не понял А где же я Кого я Ребят Мог пропустить Слушайте Это очень странно Я вроде бы Как А Нет По моему Ребята В самом В самом Начале Была еще Дорожка Куда-то Я пошел С вами Вот сюда Вправо А там По-моему Тоже была Вниз Сейчас Посмотрим Ребят Может быть Я конечно Ошибаюсь Так Здесь мы С вами Точно Были Это я знаю А Да Вот Ребят Я пошел Сразу сюда Вот она Дорожка Вниз Вот здесь Вот я Не был Так Ну ладно Давай Комарики Идите Сюда Так Мышку Добил Так Ну я думаю Что не стоит Ребята Здесь Добывать Это у нас Серебро У меня Его Просто Хоть Одним Местом Жуй И все равно Его будет Много Так Я выхожу Здесь я всех Монстров Убил Сейчас Проверим Да Ребята Я до Девятого Дошел Все Телепорт У меня Есть Поэтому Отправляемся Сразу же В старую Клячу Шармель Здесь Отлично Опять Ты Так Рассказать Реакции Змея Змей Сказал Что это Была Шутка Скажи Ему Чтобы Деньги Мои Вернул На этот Раз Настоящие Понятно Если Он Не в Состоянии Отыскать Мамино Жерелье Сделка Аннулируется Что За Жерелье Единственная Вещь Оставшаяся Мне От Мамы Мама Наказала Мне Его Хранить Говорила Она Поможет Мне Найти Свою Любовь А Я Его Продала Ради Того Чтобы Получить Шанс Выступить Перед Королевским Двором Теперь Я Его С радостью Выкупила Обратно Но Его Кто-то Купил Все Знают Что Змей Может Отыскать Что Угодно В Городе Я Его Способ Помочь Бедной Девушке Ах Ты Пройдоха Шармель Я Понял Короче Всю Твою Замуту Что Ты Хочешь Сделать В общем Ребята Мне Нужно Опять Ждать Дня Дня Именно Змея Благо Он Скоро Уже Начнется И Попросить Найти Ожерелье Но Я Больше Чем Уверен Что Он Не Будет Его Искать А Скорее Все Он Скажет Мне Сделать Его Так И Что Мне Для Этого Понадобится Для Того Чтобы Сделать Украшение Что Вообще Мне Понадобится Так Потом Я Отношу Это Украшение Шармель Шармель Мирится С отцом В общем Здесь Будет Довольно Прикольно Дальше Я думаю Так Ну что Пойдемте Посмотрим Что Нам Нужно Или Опять Это У Украшение Будет В подземелье Блин Одно Из Двух Ребят Но Я В любом Случше Хочу Посмотреть Что Нам Нужно Для Того Чтобы Сделать Подготовиться Как Говорится Заранее Чтобы Не Застали Меня Врасплох Так Это Делается У нас На Вот Этом Столе Так Создать Ну Ка Ювелирные Изделия Значит Нам Понадобится Граненые Алмазы У меня Есть Золотые Ювелирные Детали Они У нас Делаются Подожди А где У нас Ювелирные Детали Делаются Черт Я забыл Сейчас Секунду Они Делаются На столе Ювелира Так Вот Они Е-мое Что я Торможу Давайте Ребят Сделаем И Уже Будем Как говорится Подготовлены Значит Мне Придется Ждать Змея Слушайте А за это Время Я Попробую Все-таки Умудриться Сходить До Пятнадцатого Этажа Так Ну что Опять Места Нету Ё-моё Как Быстро Оно У меня Забивается Так Давай Мы Сюда Выложим Паутинку Да Черт Подери Тут Надо Все Выкладывать Ребят Так У меня Где-нибудь Есть Ящик Вот Для Всякого Хлама Назовем Его Так Давай Выложим Гвозди А Выложим Семена Это Вот Это Так Граненый Алмазы Тоже Выложим И Синее Желе Так Меч А Сферы Тоже Сферы Веры Все это Выложим Ну и Соответственно Ребята Вот это Украшение Мы тоже С вами Положим Вот сюда Все Ну что же Я побежал Ребята Время Еще есть Торгаш Нам В принципе Не нужен Мы пока Еще По-моему Не заручились Никакой Поддержкой Шармель Так что Не будем С вами Терять Зря Времени Побежали Тем более Там Осталось Совсем Ничего Шесть Этажей Буквально Плювое дело Расплюнуть Так Ну Там уже Как видите Меня монстры Довольно сильно Колбасят И поэтому Я боюсь Что у меня Не хватит Ребята Винишка Противостоять Там Ну Я буду Стараться Так Девятый Отлично Погнали Что это Это что такое Ребят Смотрите Ого Это что такое Офигеть Черное желе Ребята Вот эта вот Штука Вам понадобится Для Крафта Дубильного Вещества Но его Как я вам И показывал Можно купить Просто-напросто У Ведьмы На болоте Так Я не знаю Зачем я это ломаю Ребят Я прекрасно знаю Что тут будут Одни доски Они мне в принципе Тоже не нужны Захламляют Просто ментарь Так Трупец привезли Отлично Так Куда мы с вами пойдем Налево и направо Давайте сходим Скорее всего налево Потому что направо У нас обычно выход Так Нужно здоровье свое Подправить Ты посмотри-ка Ребята Эти гадюки Они уже стреляют И причем Стреляют довольно быстро Раз Два Три Три выстрела делает Потом передышка у нее Все я понял Оу Чуть было не попал Так Давайте Эти желейки Все поубиваем Кстати Я не видел Ребята Можно ли что-то сделать Из синего желе По-моему Можно Раз Два Ай Раз Два Три Погнали Черт Все равно пробивает А ребят Да и винишка У нас очень быстро Улетает Надо будет еще Сделать Нет Ну ребят Можно в принципе Сделать торты Да чтоб тебя Ты посмотри Так Мыши Отвалите Отвалите все От меня Давайте я эту Подобью Мразь Так Черное желе Черное желе Ребята Мне пригодится Я его выбрасывать не буду У меня этого ингредиента Ресурса нету Я думаю Что оно мне в дальнейшем Пригодится Да сколько же вас тут Воу Тихо 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 Ребята Здоровица Здоровица Надо все время Контролировать этот процесс Ты посмотри Сколько их Они везде Ребята Они везде Ёлки-палки Самое хреново Что появляются Вот эти вот Стреляющиеся монстры Ребята Никогда Ненавидел Именно Стреляющихся Так Что у нас тут Тут у нас Семена Не понял У нас здесь два что ли Прохода И здесь И здесь Или они объединятся Нет ребята Нифига они Не объединятся И выход у нас Почему-то оказался С левой стороны Какой-то нонс Обычно всегда с правой Так Гвозди Ребята Я эти собирать не буду Все У меня и так завалено Сами видите Прекрасно Так Здесь что-нибудь Можем взять Нет почему-то В последнее время Эти шкафы у нас Не активны Ну естественно Я не убил всех врагов И подземелья Здесь уже довольно Большие стали Вы посмотрите Сколько здесь Ответвлений Всяких комнатах Так иди сюда Иди сюда Паучишка Тоже гад Стреляется Так ладно Здесь мы побили Надо уничтожить Нам что Нам нужно Уничтожить крылья Нам нужно Уничтожить С вами металлолом Все остальное Вроде бы пока пригодится Семена Они всегда В принципе нам нужны Ну Для той же элементарной Ребята Рассады Тихо гвозди Не надо ко мне Присасываться Слушайте Это в данный момент Я с левой стороны Нахожусь Я вправо не пошел В надежде на то Что там будет у нас Проход Мне придется Возвращаться Угу Так А вот это вот хорошо Ребята Вот это вот Вот это я понимаю Рудник Одноразовый Но тем не менее Он золотой Для золотых самородков Поэтому будем добывать Девять штучек Отлично Очень хорошо Ребят Поверьте Это намного Выгоднее Ребят Чем Добывать В шахте Намного выгоднее Поверьте Так Ну что же Нам придется Ребят С вами Возвращаться Именно туда Я эти бочки Бить не буду Потому что Я вам еще раз говорю Это у нас Для деревяшек Из них Мы просто будем Выбивать деревяшки А у меня их тоже Целая куча Так Денек у нас наступил Денек для торгаша Но я к нему не пойду Потому что Бесполезно В данный момент Вообще Охота Выполнить уже Хоть с кем-то Определенные задания Например С тем же самым Змеем Я надеюсь Мы все-таки Сделаем ритуал Для него Что он хочет Правда Я не знаю Ребят Что он добивается Так Давай мы Уничтожим И что это за ритуал Ну мне кажется Да Вот он Помните Говорил что Он был в приюте Приют кто-то сжег И тетрадка Это единственное Что у него осталось И он все время Кому-то хочет Отомстить Но кому Нам пока Не рассказывается Здесь Также не забывайте Что у нас Здесь есть проход В город В который меня Не пускают Наверху Есть застава Тоже меня Туда не пускают Так что Еще Тут думаю Придется Полазить Повозиться Не все так просто И не все так быстро Вот что самое главное Но от этого Мне очень даже Интересно Блин Я по-моему Не туда Не сюда Ё-моё Так и думал Что туда надо было Так Давай мы сюда Завернем Энергия Тратится у нас Мало При том Условии Что мы Хотим Очень сильно Спать Ну Поединочки Это Ребята Терпимо А вот То что Вино У меня Заканчивается Это конечно Не есть Хорошо Придется Как-то Ребята Это Заменять Все Дела Подожди Я что-то Не понял Слушай Я что-то А где У нас А вот Желки Вообще Уже Ребят Заигрался Называется Даже Забыл Что мне Нужно На следующий Этаж Так Что у нас Тут лишнего Ну Давай Уничтожим Наверное Да Вот это Все Тоже Уничтожать Будем Простые Железные Детали И Доски Так Металлолом Да нафиг Ты мне нужен Абсолютно Никакой Нужды В тебе Нету Так Ладно Пойдемте Нам Оу Смотрите Там уже Ребят Какие-то Другие Другие Желейки Другого Цвета Опачки Что же Это за Желе Такое Давайте Посмотрим Ребят С вами Так Синего У нас Достаточно Я думаю Что Можно Вот Эти Уничтожить Оранжевое Желе Ребята Здесь Ага Ну И как Видим Эти монстрики У нас Уже Не так Легко Убиваются Нужно По ним Поколбасить Так Тут у нас Металлолом Металлолом Семена Ладно Инвентарь У нас Уже Весь Забит Давайте Вот так С вами Сделаем Так Выше Иди Сюда Всех Буду Наказывать Всех Никто Не Выживет Это Еще Ребята А У меня Кстати Там Перк Можно было бы Его Конечно Выучить Но У меня По-моему Не хватит Ребят Да Я же Потратил Все эти Все Синие Камушки Там Есть Перк На Как он Называется Там Я Великий Воин Или Что-то Такое У нас Сила Атаки Повышается ХП Вроде бы Увеличивается И Я Выгляжу Очень Крутым Но я Его Не стал Звучать Потому что Я Как бы Не видел В этом Надобности Ребят Ну а Теперь Я Наверное С удовольствием Выучил Так Не забываем Про ХП Куда Вверх Вниз Оу Эти Стрелялки Тут Еще Эти Черт Да Что Что У вас Так Много Эй Тихо Паучок Иди Отсюда Достал Своей Паутинкой Сколько Жас Тут Всех А Так Этих Вот Ой 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 Тихо 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 Очень Много Очень Много Надо их Вызывать Как-то Вот сюда Лучше Как говорится Расквитаться С ними Здесь В безопасном Лёсте А потом Уже Туда Бежать Да Желейки Да Отвалите Вы Ё-моё Ну Сзади Где-то Блин Крутятся Так Эти Еще Комарики Тут На Воздушном Шарике Сюда Иди отсюда Так Давай-ка Готово Так Ну что Вроде бы Бурщиков Блин Тут еще Вниз Тут еще Вправо Надо идти Куда Идти Я Не знаю Ребят Но Подземелье Все Лучше Круче И Больше Ребят Становится Были Вначале Так Труп Там Привезли Нам Так Пауки Ах ты Они же Стреляют Тоже Совсем Забыл Ребят Совсем Забыл Что Они Тоже У нас Стреляют Так Минус Ну Здесь Ребята Понятное Дело Да Сави Комнатка Тупиковая Так Что Надо Отсюда Выходить И Посмотрите Как У меня Ребята Очень Быстро Улетело Вино На Все Это Дело Очень Быстро Так Что Мы Можем С вами Уничтожить Да Ничего Все Нам Пригодится Так Опачки Открыть Открыли Ну Я понял Что Нужно Убить Всех Врагов Слушайте Как-то Странно Немножко Вот Это Выглядит Комнатулька Неужели Там Какая Будет Засада Ловушка Ну Будем Надеяться Что Нет Так Смотрите Ребят Мы за этот день С вами Очень много Чего Успели Сделать Пройти Один Этаж Иди ты Отсюда Так Ну что Тут тоже Ребят Тупиковая Комната Никакого Дальше Продвижения Нету Я не буду Даже эти бочки Бить Потому что В них Ничего Нету Все Минералы Ребята Они находятся Именно В шахтах Ну Не в шахтах А в этих Ну Вы поняли О чем Я Слушайте Мне Мне куда-то Еще нужно Или нет Я вот Не помню По-моему Надо Вниз Да Видите Там Серебряный Рудник И все По-моему Это Последнее Ребята Место Где я Еще Не был Давайте Здесь Мы Всех Поубиваем Так Комары Идите Сюда Машка Комары Так Все По-моему Теперь все Ребята Теперь я могу Пройти Это у нас Получается Десятый этаж Но Я вам скажу Следующее Ребята Нужно делать Вина Или же Что-то Заменяющее Чтобы нам Восстанавливать Здоровье Но это Никуда не годится Ребята Вообще Никуда Очень много Трат происходит Так У нас Наступил День Змея Нужно Ребята Потихонечку Уже готовится К этому делу Так Давайте Посмотрим Пропустят Меня на Следующий этаж Или Все-таки Нет Ну Вроде бы Я все Всех Подбил Пропусти Пожалуйста Есть Отлично Ребята Страшные Глубины Мы Открыли С вами Новое Достижение Страшные Глубины Неужели Здесь Будет Все Так Сурово Ого Голем Ребят Смотрите Что Что он делает Ох ты Ничего себе Ты Братюня Да Довольно Крепкий Малый Но Все равно Слабак Так Давайте Глядеть Дальше Так Желейки Минус Блин Вот эти Мыши Летящие Они за собой Оставляют след Я так понимаю Этот след Все-таки Меня Коцает Потихонечку Полегонечку Да Паук Иди сюда Я с собой Здесь разберусь А вот с этой Вот так Отлично Так Куда нам идти Тут опять У нас развилка Идет Сюда Ладно ребята Мы наверное Будем с вами Уже потом Это дело делать Сейчас мы Сходим Все-таки Со змеем Поговорим Пока далеко Не убежали То потом Опять Заплутаем Так Подожди Куда тут Ну и заодно Возьмем потом В следующий раз С вами побольше Еды какой-нибудь Хотя бы Того же самого Вина даже Так Ну что Змей Давай поговорим Так По поводу ожерелья По поводу ожерелья Мне тут Нашептали Что ты можешь Достать Кое-что Запрещенное Нет у меня Больше ее денег Я на них Купил эту Инструкцию Для решетки Я не знаю Как из воздуха Сделать золото Думаю Ты тоже Ну тогда Просто найди Это чертово Жерелье С этим-то Ты можешь Справиться Я змей Я могу найти Все что угодно В этом городе И вообще-то Я знаю Где жерелье Я просто Не знаю Как А вообще Ты кто такой Чтобы я перед тобой Отсчитывался Похоже Надо войти к нему В доверие Тогда он Расскажет больше Так что там С ожерельем У тебя Отличная Репутация В твоем деле Ума не приложу Что могло Пойти не так В деле С ожерельем Все оказалось Не так просто Ты знаешь Я лучше Я могу достать Что угодно Не самый Благородный Талант Конечно Из-за него Городские Причислили меня К отбросам Общества Но если Им нужна помощь В деликатных вопросах Сразу бегут ко мне Репутация Это У меня Идеальная И вот Это жерелье Может сильно Ее испортить Первый прокол За столько лет Ты обмолвался Как-то Что знаешь Где жерелье В чем же дело Черт подери Да Вернее Как его внутренний голос Я знаю Кого он собирается Призывать Причем Заплатил за него Двойную цену Видимо Оно Ему Очень нужно Вот И все Что я знаю У-у-у-у-у-у Расскажи о Лорде Командире Он Приходится Дяде Нашему королю Ну и Когда-то Он был Великим Соином Я правда Думаю Что Не сложно Быть великим Когда ты Родился Во дворце А твой Отец Король Души в тебе Не чает Будь я на его месте, уж точно бы был королем А не сидел бы в этой цитадели Так или иначе, он всю жизнь был защитником Северного Перевала До тех пор, пока было что-то защищать Так, ребята, расскажи о Северной Цитадели Это форт в горах к северу от деревни Здоровый такой, был раньше, сейчас там все в руинах Перевал завалило, когда я еще был ребенком На следующий день после большого взрыва Ужасный взрыв Так или иначе, он всю жизнь был защитником Северного Перевала До тех пор, пока было что защищать Ха-ха Предложить свою помощь Может у меня получится достать ожерелье? Не знаю как, но мы можем Побрейстормить вместе Брейстормить? Это заклинание какое-то? Заклинание может сработать? Нет, мы просто подумаем о проблеме вместе и... Слушай, я знаю, как ты можешь помочь Ты можешь попробовать достать ожерелье через слугу лорда Горбуна Какула А чего ты сам не пробовал этот вариант? Ну, у нас с некоторых пор натянутые отношения Я ему как-то продал мазь, которая может вылечить его горб А может и не вылечить Как-то так Короче, лучше мне на глаза ему не попадаться По правде сказать, думаю, ничего у тебя не выйдет Но попытка не пытка Я ничего не теряю Уйти Хууууууууу И что же я должен сделать-то? Я что-то не врубился, ребята Так Помочь змее с его ритуалом Принеси золотые А Не понял я, ребят Так, персонажи Так, секундочку Он мне ничего А, принести Жерель от змея Так, он же мне не дал его Слушайте, может быть у меня места не было Поэтому он мне и не дал Так Слушайте, странно Ладно, ребят, я потом Пересмотрю видосик Что-то я немножко не понял, в чем тут суть Но Все равно мы с вами продолжим, ребята У нас еще в подземелье Много делов, плюс у меня там трупачки Да, ну-ка давайте-ка посмотрим Может быть Куда я пошел, ё-моё Я уже пошел в эту, в деревню Мне же нужно в морг Посмотреть, есть ли там у этих трупиков Как говорится, темный кишечник Для того, чтобы нам разрешили Дальше сжигать якобы Ведьм Ну и мы могли там с вами торговать Напитками, как говорится, пивком И Луковыми колечками Так Ёлки-палки, сколько у меня здесь уже лежит Уже, ребят, даже Уже подгнивают Что такое? Ё-моё, это стеллаж Куда я сую-то? Идите Воу, этот уже почти Почти разложился Пускай полежат Все равно место есть Так что Все под контролем Слушайте, я буду надеяться Что вот в этих трупаках Мы с вами найдем Все-таки нужные нам Какого лежа Я сказал, положить Эх Нету еще Нету И это плохо Ладно, ребятушки Пока сгодится и так Тем более я очень-очень сильно Хочу спать И мне еще нужно, ребята Накрафтить себе Винишко, наверное, да? Хотя мы сейчас поспорим По запасам По-моему, у меня где-то тут Есть Глянем сейчас Так, есть, да Еще вино И все, кажется Это последнее, да? Да, у нас с вами Ведра Но этого недостаточно И в общей сложности Получается, что 15 золотого Вина И 5 серебряного Мало Мало, ребят Надо будет это дело Исправлять Так, ну что ж, дорогие мои друзья На этом, пожалуй Мы будем с вами завершать Эту серию Я посмотрю видосик Я так и не понял, честно говоря Что там попросил Змея сделать Ожерелье он мне не дал Так что Увидимся с вами В следующей серии И продолжим играть в эту игру А на этом все Всем пока Всем удачи И до новых видосиков, ребят Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok